Национальная премия экспертов автомобильного бизнеса ТОП-5 авто объявила шорт-листы 10 сезона. Из 89 новых и обновленных моделей, появившихся на российском рынке в прошлом году, в финал прошли по 5 из каждой номинации. Исключением стала разве что категория спортивных автомобилей. Поскольку сегмент небогатый, в списке оказались только три машины. Audi RS6, Porsche Taycan Cross Turismo и BMW M5. В номинации компактный городской автомобиль за победу поборются Kia Ceed, Audi A3, Peugeot Partner Crossway, Hyundai Elantra и Genesis G70. А название лучшего большого представительского автомобиля претендуют Kia Carnival, Lexus LS, Toyota Camry, Jaguar XF и Mercedes-Benz S-класса. Список номинантов категории компактный кроссовер или внедорожник включил Porsche Macan, Audi Q5, Renault Duster, Genesis GV70 и Infiniti QX55. А в классе большой кроссовер или внедорожник, Audi RS Q8, Land Rover Discovery, Skoda Kodiaq, Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe. Что же до номинации легкий коммерческий автомобиль и пикап, то тут выбились вперед Volkswagen Caddy, Isuzu D-Max, а также тройняшки Opel Zafira Life, Citroёn Jumpy и Peugeot Expert. Как можно заметить, в финале нет ни одного представителя китайского автопрома, хотя изначально в лонглистах они были. Они сравнялись с другими, но пока не превзошли. А у нас все-таки в премии в первую очередь отмечаются машины, которые превосходят остальных, поэтому китайцы надо продолжать работать к китайскому автопрому. Теперь членам жюри предстоит выбрать по одному лучшему автомобилю в каждой номинации. А определиться с фаворитами им поможет тест-драйв, неотъемлемая часть премии ТОП-5 авто. Ну, смотрите, те, кто часто пользуется подмосковными дорогами, мы пока еще не знаем точно, на какой именно будет презентация и тест-драйв, но я думаю, что в конце апреля на одной из трассов увидят достаточно большое количество вот этих новых машин. Как раз будет большой тест-драйв премии ТОП-5 авто. После этого окончательные оценки и процедура у нас в конце мая, такой выпускной вечер, собственно говоря, для самых интересных новинок. Также во время майской церемонии награждения будет объявлен и победитель специальной номинации «Автомобиль года». Напомним, что в прошлый раз, в девятом сезоне, им стал Land Rover Defender, а в восьмом – Porsche Taycan. Редактор субтитров А.Семкин